То, что нарушение фундаментальных принципов демократии ведет к негативным последствиям, известно давно, и сейчас Германия демонстрирует незыблемость этого утверждения. Ангела Меркель явно засиделась в кресле канцлера и постепенно стащила Германию в болото, из которого страна будет выбираться долгое время. Пересиживание своего срока ведет к измельчанию следующих кандидатов и убивает соревновательность, конкуренцию политических лидеров. Когда-то эпоху правления Меркель разберут по винтикам и станет очевидным то, что ее неуемное желание досидеть в первом кресле страны как можно дольше дорого стоило ее стране. Формально она не нарушает действующего законодательства, поскольку прямо избирается президент, у которого нет полномочий вести от имени государства никаких серьезных дел, а канцлер – результат компромисса уже действующих политических сил. Насколько это хорошо или плохо, лучше известно самим немцам. В данном случае важен факт бессовестно долгого сидения на вершине власти, ведь формально все бразды правления собраны в руках именно канцлера, а процедура его назначения, вернее количество этих назначений, выведено из-под известных демократических ограничений. В итоге фрау Меркель сейчас демонстрирует политику, которая уже явно напрягает партнеров, причем даже самых близких. Со своей подозрительной любовью к Путину и его проектам она все больше смотрится белой вороной, бросая все более липкую тень на собственную страну. Эпопея с «Северным потоком-2» стала индикатором того, что Меркель не просто уверенно подыгрывает Путину, а оторвалась от реальности настолько, что не замечает, как это выглядит со стороны. Самое постыдное здесь то, что сама Германия была инициатором демонополизации энергетического рынка ЕС, и когда было принято уже три законодательных пакета, которые четко отсекают монополистов от прямого влияния на этот рынок, сама же Германия сделала единственное исключение для одного монополиста – Газпрома. Между прочим, сделала она это тогда, когда в топ-менеджменте Газпрома числился ее предшественник – экс-канцлер Герхард Шрёдер. Сама эта конструкция выглядит даже не подозрительно, а скорее однозначно. Тем не менее, Меркель усиленно протаскивает этот проект, уже не обращая внимания на отваливающуюся от нее лично и от Германии репутацию. Так, на этой неделе даже Франция заявила о том, что она не видит себя поддерживающей этот проект, а Меркель собирает коллег из других стран, в том числе из Польши, и пытается их убедить в пользы этого мероприятия и вынудить дать согласие на него. Что самое смешное, в своей риторике она жонглирует термином «энергобезопасность ЕС». При этом, члены ЕС ей настойчиво указывают на то, что им такая энергобезопасность не нужна вовсе, и что они ее достигают множеством других путей. Но Меркель все равно твердит о безопасности ЕС. В данной ситуации важно то, что Штаты открыто предупредили Германию о сути лоббируемого ею проекта и о тех последствиях, которые он может иметь. Но Меркель демонстративно пошла в другую сторону. Кто-то это квалифицирует как демонстрацию независимости, но на самом деле это выглядит иначе. Фрау Ангела пытается демонстрировать независимость собственной позиции и решений, то есть сыграть в весовой категории США. Но для того, чтобы играть в такую игру, надо уметь принимать именно собственные решения в самых тяжелых ситуациях и нести за них ответственность. В данном случае Меркель играет не свою игру. Демонстрируя свою отстраненность от Штатов, она просто играет в игру Путина, но не в свою. Автору пришлось общаться с человеком, близким к политическим кругам ЕС, и там имеется масса критических оценок действий США. Причем, как пример, они обычно приводят Ирак, мол, влезли туда и толку. Кстати, это очень распространенная риторика. В самом деле, красоты в Ираке нет, и это бесспорно. Однако никто из этих экспертов не берется подсчитать варианты того, как развивались бы события, если бы Штаты туда не вошли. Напомним, Иран начал развивать свои ракетные и ядерные программы уже после падения режима Саддама. А ко времени Второй войны в заливе Саддам уже полным ходом применял химическое оружие, уже имел ракеты, а израильтяне уже разбомбили объекты его ядерной программы. То есть, он имел 15-летнюю фору против того, что сейчас вытворяет Иран, с которым опять не знают, что делать. Опять же, в доверительном общении с коллегой из США довелось выслушать мнение о том, что главную задачу Штаты в Ираке выполнили. Это не афишируется и не будет афишироваться. Спецназ достал то, что представляло особую угрозу для США и Израиля, а все остальное вторично. Однако Штаты – классическая сверхдержава. Они даже не хотят оправдываться перед такими деятелями из ЕС о том, что на самом деле произошло в Ираке. Они решили проблему и все, а вы там думайте, что хотите. Ничего подобного Германия не демонстрировала и, похоже, даже не собирается демонстрировать. Вместо этого Меркель гнет пальцы и выступает адвокатом Путина. При этом сами члены ЕС уже смотрят на ее маневры, как на что-то уже явно непристойное, что не придает эпопея с северным потоком особо вонючий характер. Поскольку бундесканцлер не видит этого и продолжает все глубже влезать в путинские схемы, то становится вопрос о том, что там не сработал тот самый демократический предохранитель, о котором мы вели речь в самом начале. Фактическое первое лицо государства должно сменяться. И практика показывает, что предельный срок всех каденций не должен превышать 8 лет. Меркель у власти уже 14 лет, а это значит, что она пересидела этот предельный срок уже на 6 лет и высказала желание сидеть до 2022 года. То есть она практически подмяла собой целое поколение политических деятелей, которые могли бы принести свежую кровь во власть и не стремиться попасть в клуб Лукашенко, Путина и Ижи с ними. Самое неприятное в этой ситуации, что с уходом из ЕС в Великобритании Германия стала единоличным лидером Альянса, а лидерских качеств не имеет вовсе, как не имеет их и Ангела Меркель. Субтитры создавал DimaTorzok